Нарин Март с рабочим визитом посетила заместитель начальника отдела по обеспечению деятельностью полномоченного при президенте России по правам ребенка Елены Новосельцева. В рамках трехдневного пребывания в окружной столице представитель детского омбудсмена посетила комплексный центр социального обслуживания школы имени Пырерки, встретилась с руководителем отдела по делам несовершеннолетних окружной полиции и побывала в центре содействия семейному устройству «Наш дом». Подробности далее. За последние годы центр содействия семейному устройству «Наш дом» претерпел положительные изменения, объединив несколько учреждений воедино. Благодаря этому удалось распределить воспитанников по возрастным группам. Кроме того, центр начал вести новые направления работы, в том числе по постинтернатному сопровождению и сопровождению замещающих семей, что позволяет смягчить адаптацию ребенка как в период выпуска из казенного учреждения, так и во время знакомства с новыми семьями. «Посмотрела по всем детским учреждениям. Забота о детях, безусловно. Забота о том, чтобы они поняли, что они находятся в родном учреждении, в родном доме, где о них заботятся. Что у них, даже если сейчас временно нет семьи, то все равно те люди, которые рядом с ними, они заботятся о них не меньше, чем заботились бы родители. Ну, конечно, это вызывает огромнейшее уважение». В рамках своего визита в регион Елена Новосельцева и уполномоченные по правам ребенка в Нинецком округе Галина Гуляева обсудили ряд вопросов относительно дальнейшего сотрудничества. «Здесь можно быть абсолютно уверенным в том, что со стороны уполномоченного по правам ребенка будет делаться все для того, чтобы обеспечить права детей действительно в Нинецком автономном округе. Поэтому здесь каких-то рекомендаций не будет. Если будет нужна с нашей стороны какая-то помощь или поддержка, естественно, что мы всегда ее окажем, то есть без каких-либо права». «Очень приятно слышать». «Свежий взгляд со стороны, он всегда очень полезен для дальнейшего применения. Елена Александровна, она свежим взглядом именно посмотрела на то, что у нас происходит в этой сфере. Мы учтем ее все рекомендации. И вдобавок я очень не льщу, просто похвалю Елену Александровну, потому что очень глубокое знание вот этих вопросов. Это всегда очень приятно, потому что так должно быть так звучать». Заключительным мероприятием в рамках трехдневного визита представителя уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации стал семинар по вопросам совершенствования межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения прав детей и семьи с детьми и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. «Понятно, что в каждой работе бывают какие-то моменты, которые требуют корректировки, которые требуют, может быть, иного несколько подхода. В частности, у меня, допустим, возникли вопросы по работе именно в плане взаимодействия субъектов системы профилактики. Мы об этом очень подробно проговорили и с уполномоченным по правам ребенка в Ненецком автономном округе, и с комиссиями по делам несовершеннолетних. Я думаю, что все это можно абсолютно спокойно в рабочем порядке скорректировать и в дальнейшем уже, чтобы это было именно на благо тех детей и семей, которые здесь проживают». По результатам рабочего визита представителя детского омбудсмена Российской Федерации в Ненецкий округ будут выработаны ряд предложений и рекомендаций. Ирина Никишина, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал Север.